Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Речевой аппарат. Посредством него мы излагаем свою мысль. А для того, чтобы четко и внятно выговаривать слова, нам необходимы здоровые зубы. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». И тема нашей программы – вывихи зубов. О том, какие инновационные методы лечения существуют и о методах профилактики, нам расскажут высококвалифицированные специалисты клиники. Не переключайтесь, будьте с нами. Городская клиническая больница номер 5 города Алматы славится экспертами в области челюстно-лицевой хирургии. Не покладая рук, они каждый день трудятся во благо нас, во благо пациента. Одними из самых опасных травм челюстно-лицевой области являются вывихи зубов. Вывих зуба – это повреждение связочного аппарата зуба, которое способствует выдвижению либо изменению положения зуба в самой лунке. Вывиху зуба наиболее часто подвергаются фронтальные зубы верхней челюсти. Реже бывают зубы на нижней челюсти во фронтальном отделе и очень редко, когда происходит вывих жевательных зубов. Основная опасность вывихов у детей заключается не столь в потере молочных зубов, сколько в травме зачатков постоянного зуба. Дело в том, что зачатки постоянных зубов расположены в теле челюсти и с возрастом начинают продвигаться и готовятся к прорезыванию. В период подготовки полости рта к смене зубов корни молочных зубов начинают рассасываться, освобождая место для продвижения зачатков зубов постоянных. Вывихи зубов часто встречаются и у детей. Травма челюстно-лицевой области занимает второе место после воспалительных заболеваний. По данным зарубежных авторов, травмы детей 22% возникают в результате до 14 лет. По статистике, травмы мальчики получают чаще, чем девочки. Соотношение 1 к 2. И чаще всего повреждаются передние и верхние зубы. Острая травма зуба возникает от одномоментно действующей причины. Нередко больные обращаются за помощью не сразу, а спустя длительный период времени. Это затрудняет диагностику и лечение таких поражений. Вид травмы зависит от силы удара, его направления и места приложения. Большое значение имеет возраст, состояние зубов и парадонта. Причин вывихов и переломов очень много, так как мы и наши дети в повседневности можем сталкиваться с различными видами травм. Будь то на производстве, в быту, при занятии спортом, также мы можем получить вывих или травму при банальном пережевывании пищи. Во-первых, это травмы, удары, надкусывание жесткой пищи. Причиной возникновения травм – это дети, значит, это падение во время игр, спортивные травмы, бытовые травмы. Либо бывает, когда у человека есть вредные привычки, такие как открывание крышки бутылки зубами. Из-за этого тоже могут быть вывихи. Ну, также травмы вертикальные и горизонтальные, там, следствие ДТП или следствие различных ударов. Как вы поняли, под вывихом зуба понимает его насильственное смещение в лунке, что также сопровождается разрывом тканей окружающих зубов. Различают полный, неполный и вколоченные вывихи зуба. При полном вывихе корень зуба полностью выводится из лунки, причем в ряде случаев частично сохраняется его связь с окружающими мягкими тканями. В этих случаях он располагается в поперечном положении по отношению к альвеолярному отростку. Виден обнаженный корень зуба. Неполный вывих зуба, он сопровождается частичным нарушением связочного аппарата зуба, то есть тканей периодонта, когда сам зуб меняет положение лунки зуба. То есть уходит либо в сторону полости рта, либо внаружу, либо может немножко наверх приподняться. При вколоченном вывихе зуба можно видеть, что он находится ниже соседних зубов, на нижней части челюсти или выше их на верхней части. На рентгенограмме нет линии периодонта на всем протяжении. Какие же жалобы предъявляют пациенты при получении вышеперечисленных вывихов и полученных травм? При неполном вывихе зубов основные жалобы пациенты предъявляют на боли в зубе, кровотечение вокруг зуба, изменение положения зуба и нарушение пережевывания пищи, то есть нарушение прикуса. При полном вывихе зуба пациенты жалуются в первую очередь на отсутствие зуба в лунке. Некоторые пациенты даже бывают, что приносят зуб на руках. Также кровотечение. При визуальном осмотре в полости рта видно, что лунка кровит, зубов в лунке нету и идёт какое-то частичное нарушение целостности костной ткани, то есть либо наружной, либо внутренней картикальной пластинкой вследствие травмы. При вколоченном вывихе пациенты жалуются на деформацию прикуса, нарушение прикуса, зуб становится ниже остальных зубов и также боль, боль кровотечения. Если это травма дорожно-транспортного характера, то в таком случае бывают множественные ссадины на лице, разрывы мягких тканей, переломы коронок зубов и вывихнутые зубы. То есть в полости рта мы видим, если пациент непосредственно сразу обратился, в полости рта имеется кровоточащая лунка. Если давность травмы сутки, то в полости рта мы видим сформировавшийся уже кровяной сгусток. И могут быть подвижные рядом стоящие зубы. То есть это не говорит о том, что если произошёл вывих данного зуба, то естественно очень часто встречается, что повреждаются рядом стоящие зубы. У нас есть одна большая, зачастую вредная привычка – это занятие самолечением. Чем же оно может усугубиться и обернуться? И что может произойти, если вовремя не обратиться к квалифицированным специалистам? Самолечением заниматься ни в коем случае нельзя, потому что можно наоборот усугубить состояние. То есть может развиться инфекция, это нужно всё обработать, мягкие ткани вокруг нужно всё обработать, потому что полость рта, в ней очень много разной флоры, и она может заразиться. Поэтому нужно тщательно медикаментозно обработать. Если это полный вывих, тщательно обрабатывается зуб медикаментозно, а потом ставится на место и назначаются соответствующие лечения. Осложнение, если своевременное необращение, ну, во-первых, это первое, конечно, это дефект зубного ряда, будет отсутствовать постоянный зуб. Это первое. Второе, конечно, может присоединиться вторичная инфекция, то есть это может быть остимилиты, альвеолиты челюстей. Поэтому, конечно, ну, как рекомендация, естественно, ну, сегодня в современном мире, конечно, пациенты, как правило, обращаются в большинстве случаев сразу или через сутки. К счастью, вывих зуба редко остаётся незамеченным со стороны пациента. Из-за ярко выраженного болевого синдрома и невозможности приёма пищи он самостоятельно обращается за помощью к стоматологу и чаще предлагает удаление зуба, хотя последующая имплантация зуба более болезненная, длительная и дорогостоящая процедура. Для оценки состояния челюсти, соседних зубов и иннервации в области повреждённого зуба проводят рентгенологические исследования. Вот мы и подступили к одному из главных вопросов. Существуют классические и инновационные методы лечения. В вывихе зуба, во-первых, нужно решить вопрос об сохранении зуба, сохранении органов, в данном случае зуба. На это влияет, во-первых, целостность зуба, чтобы коронковая часть, корневая часть была целая, и насколько повреждены окружающие ткани зуба, то есть периодонт, также костная ткань и, естественно, слизистая десна. Вторым вопросом является сохранение жизнеспособности зуба. То есть нужно удалять нерв зуба, то есть депульпировать, либо нужно оставлять нерв. Когда оставляем зуб живым, то есть не депульпируем, при этом нужно провести электроадонтометрию данного зуба, то есть проверить зуб на чувствительность к электричеству, к току. Через него проводят минимальное напряжение 2-3 микроампер. Если зуб чувствителен, если он чувствует этот электрический ток, значит зуб живой и сосудистый нервный пучок не поврежден. Если же зуб не чувствует это напряжение и сила тока возрастает до 100 микроампер, уже идет чувствительность не самого зуба, а окружающих тканей. Это значит зуб мертв, с него нужно удалять нерв. При полном вывихе, если пациент принес его на руках, в пакетике этот зуб, если время травмы прошло не более 1 часа, 30 минут или час, данный зуб можно вставить в лунку. В лунку зафиксировать он приживется. Эта методика, эта операция называется реплантация. Реплантация зуба, то есть установление повторной его в лунку. При этом очищается полностью, дезинфицируется зуб, подготавливается ложа. Опять же смотрится, чтобы не было нарушения костных стенок. Устанавливается зуб и шинируется, устанавливается шина на месяц-полтора. Шинирование производится во всех случаях вывиха, независимо от их видов. Также при неполном вывихе, при полном вывихе и в колочном вывихе. На сегодняшний день я применяю методику с применением самотвердеющей пластмассы. Называется материал Супербонд, производство Япония. Эта методика, чем хороша? Она малотравматична, эстетична и экономически малозатратна. При применении гладкой шины скобы она неэстетична, очень травматична. То есть после ее наложения пациенты чувствуют дискомфорт и болезненность в течение 3-4 дней. И там образуются ретенционные пункты задержки. Нужно постоянно полоскать рот. На мой взгляд, применение самотвердеющей пластмассы и Супербонда целесообразно, ввиду ее положительных свойств. После назначенной и проведенной тактики лечения, пациентам необходимо пройти реабилитацию и придерживаться профилактических мероприятий и советов врачей. После операционного периода мы назначаем больным обезболивающие и антибактериальные препараты. Через 4 недели снимаем фиксирующие устройства. Если это гладкая шина скоба, то бронзоалюминиевой проволокой. Даем рекомендации до и после фиксирующих устройств. Рекомендации – это обязательно гигиена полости рта. Нужно использовать зубную щетку с мягкими щетинками, желательно после каждого приема пищи. Щадящая диета, мягкая пища в течение 2 недель. И использовать растворы хлоргексидина 0,1% в день 2 раза полоскать в течение недели. Быть всегда бдительным, смотреть за своими детками и не получать травмы. Не заниматься самолечением. Если происходит какая-то травма, нужно сразу обратиться в специальные учреждения, медицинские учреждения, где окажут соответствую профессиональную помощь. Рекомендации и советы врачей лишними не будут. Занимаясь самолечением при домашних условиях, в итоге мы обращаемся за помощью и консультируемся у врачей. Ради собственного здоровья не жаль отдать часть жизни. Ради жизни – все свое здоровье. С вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин